И так мы продолжаем выпуск. На кронирование деревьев в Кустанае в этом году было выделено 10 миллионов тенге. Несмотря на большие затраты в этой области, жители города остались недовольны результатом. О том, почему появилась необходимость такой процедуры и что именно вызывает возмущение у жителей, расскажут мои коллеги. Необходимость кронирования деревьев уже долгое время создает спор среди жителей Кустаная. Есть те, кто поддерживает необходимость таких работ, но большинство оценивает срезанные кроны как уродование деревьев. Руководитель отдела ЖКХ города считает, что 10-миллионная процедура помогает не только улучшить внешний вид улиц Кустаная, но и приносит реальную пользу. Кронирование проводится в первую очередь для того, чтобы исключить пожароопасность. Ни для кого не секрет, что именно тополя с большим возрастом, они у нас весной очень много выбрасывают пуха. Повышается пожароопасность. После кронирования листовая пластина в разы увеличивается, тем самым больше кислорода поступает в атмосферу. Как сообщают в отделе ЖКХ, кронирование деревьев носит общественный интерес. Жители города за последние три года отправили около трех тысяч обращений с просьбой спилить деревья. Здесь мы должны обратиться к науке, которая говорит нам о том, что для того, чтобы укреплялась корневая система деревьев, особенно с большим возрастом, проводится кронирование, тем самым происходит омоложение дерева. Примечательно, что большая часть населения негативно оценивает ситуацию. Их беспокоит факт, что после такой процедуры летом не спрятаться от палящего солнца, а в случае ветра и от него не спастись. Также пользователи Инстаграм активно делятся историями о неправильном кронировании, а то и вовсе не том спиленном дереве. Все равно уродство, что бы тут ни написали, о, летом будут красивые шарики. Почему-то многие деревья так ими и не становятся после такого варварства, а город облысел. В девятом микрорайоне уже который год стоит сухое дерево. Не во дворах. Почему его не убирают, а над нормальными деревьями издеваются? Пару дней назад возле нашего дома появились люди с пилами, принялись за дерево, которое давно наполовину вымерзло, и большой мертвый сук нависает над детской площадкой и пешеходной дорожкой. И каково же было мое, мягко говоря, удивление, когда по возвращении домой я увидела это дерево без всех живых веток. Но зато старый мертвый сук так и остался на месте. Меня не было две недели в Казахстане. Приехала сегодня утром и чуть не села на пятую точку от такого кошмара. Что вы делаете, изверги? Хотелось сегодня с транспарантами выйти к нашим властям. Столько лет эти деревья росли, а тут бац, и за один миг их уничтожить. Люди, давайте против голосовать за кронирование в нашем городе. Жители города задаются вопросом, почему происходит неправильная обрезка деревьев. Но и здесь у отдела ЖКХ есть свой ответ. Организация, которая в этом году выиграла конкурс на кронирование, имеет опыт и оборудование. К тому же данных о погибших деревьях в отдел не поступало. Хамза Нурпиисов, Алексей Кудрявцев, Камила Салкымбаева, РТН. Фестиваль «Школьная лиги КВН» собрал в зале Затоборского дома культуры самых смелых, веселых и находчивых ребят из Кустанайского района. Для юных КВНщиков этот фестиваль стал первым конкурсом на государственном языке. На мероприятии побывали мои коллеги. Школьники Кустанайского района встретились на фестивале КВН. Они состязались в остроте ума и шуток на государственном языке. Для юных игроков тематика была выбрана соответствующая. Тематику мы определили, что это старт, это молодость, это мечтание. Ну то есть такое обтекаемая тематика. На сцене и за ее пределами четыре команды участников не переставали веселить людей. Судейская коллегия не стала от них отставать и также предоставила зрителям свой арсенал шуток. В принципе в КВН я играю еще со школьных лет, а на профессиональном уровне, то есть на областных и республиканских конкурсах, начал выступать после того, как поступил в колледж. В Кустанайском КВН чувствуется развитие. Участники конкурса выбирали различные злободневные темы для своих номеров. Это и политика, и шутки деревенских жителей. Каждая команда пыталась отличиться, кто костюмами, а кто оригинальным названием. Команда «Фингфонг» решила удивить зрителя всем и сразу. Мы собрались с командой, обсудили и приняли решение выбрать такое необычное название. Изюминка. У нас есть две прекрасные девушки, они очень хорошо объявляют команды, у нас очень хороший состав, все пацаны, они радостные. «Фингфонг» – самая вышка! С этого конкурса никто не ушел без кубка, потому что кроме трех призовых мест, лучшая команда получила гран-при. Выбрали и лучшую актрису, и лучшего актера. Не забыли выбрать и лучшую шутку дня. Хамзан Рпиисов, Наталья Луговская, Камила Солкомбаева, РТН, Кустанайский район. И пока это все новости. Как всегда, больше информации на нашем сайте. Алау Киезет. До свидания.